МОНТЕ КАРЛО Здесь в самом большом и самом шикарном казино Монако, называется Монте-Карло. Оно открывается в 2 часа дня, ну и, естественно, никто не разрешит нам записать звук роскоши. Здесь можно снимать только утром, а в это время остается удовольствоваться шумом пылесоса. МОНТЕ КАРЛО В мире нет казино более величественного, чем казино Монте-Карло. Оно открылось в 1863 году с целью спасти династию Гримальди от банкротства. Судя по повсеместной парковке двухэтажных яхт, спасти удалось. Так что не было бы казино, не было бы Монако. Картины, скульптуры и общий акцент на золотой цвет дают ощущение, что это не казино. Театр. Я подозреваю, здесь даже временами раздаются аплодисменты и крики «Браво!» в случае выигрыша. Но сейчас на столах вместо фишек отвертки кругом звуки подготовки к вечернему спектаклю. Здесь целый мир со своим языком, традициями, звуками и местными жителями. Вот один из них – Крупье Доминик. Если это казино-театр, то Доминик в нем один из музыкантов большого оркестра. Выглядит соответствующе. Специализируется по переборам на фишках. Мне ничего не остается, как поучиться у маэстро основам высокого, высокобюджетного искусства. Театр у нас все равно получается плохой. Актер-то из самодеятельности. За первые три года своего существования казино Монте-Карло заработало так много денег, что в княжестве отменили прямое налогообложение и устранили военную службу. С тех пор Монако стала легендой, символом великосветских развлечений, балов, приемов и азартных игр. Я уже говорил, что в княжестве дресс-код существует даже на улицах. А уж сюда, в игорный дом-музей, пускают только особо важных персон. Нет, с утра-то, пожалуйста, заходи, кто хочет. 35. Ты лузер. Я проиграл. Извини. Доминик вспотел уже бедный. Изо всех сил старается донести до меня неудачника правила игры. Но, видимо, мозг мой отказывается принимать ненужную информацию. Поэтому этот поток идет мимо. Насвистывая мелодию про «Видно, в понедельник их мама родила». Мне, если и достанутся евромонеты сегодня, то только те, что я заработаю с помощью местной песни. Сложно? Сложно. Но есть в этом что-то в высокой степени поэтическое, друзья. Окей. Давайте я лучше попробую правильно раскручивать рулетку. Конечно. Так. Я кручу. Друзья, рулетку в казино с Монте-Карло. Просто это... Я... Вращаем барабан. А вы можете показать, как бросать правильно? Аккуратно, медленно, не торопясь. Сколько кругов должен совершить шарик? Минимум семь. Как минимум семь. Минимум семь кругов должен совершить наш шарик. А у меня-то всего лишь один получается. Я должен попробовать. Так. Главное не торопиться. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где учился катать шарик по рулетке? В казино Монте-Карло. Очень хорошо звучит. Особенно от уличного прайдохи музыканта из России. Доминик, вы когда-нибудь играли в казино? Да, но я никогда не выигрывал. Я неудачник. Как ты? Вот так, друзья. Вот это приятно. Не я один такой.